Добрый день, дорогие слушатели. Разрешите представиться. Меня зовут Елена Сергеевна Сонина. Я доцент кафедры истории журналистики Института Высшей школы журналистики и массовой коммуникации Санкт-Петербургского университета. Сейчас в течение часа мы с вами поговорим о очень специфичной теме. Она действительно специфичная. Прощание с цензурой. В 1917 году сатирическая графика России о цензуре и цензорах. Но сначала, как в любой приличной лекции, мы должны попытаться разобраться со степенью изученности. О цензуре написано миллионы томов. Цензуру разбирали в русле истории страны, в русле истории государственных учреждений. Цензуру разбирали в аспекте истории литературы, истории журналистики. Мой хлеб. Но цензуру в графике, цензуру в карикатуре очень мало разбирали. Вообще, цензуру и иллюстрации очень мало разбирали. Я знаю, пожалуй, только книжку Динцеса советского времени «Запрещенные карикатуры искра и гудка». Я знаю статью Натальи Генриховны Патрушевой «Цензурная реформа 1865 года в карикатуре». И знаю статью Натальи Мазухиной о цензуре в почтовых открытках. Больше я, пожалуй, и не вспомню работы. Это не значит, что их нет, но я их не знаю. Может быть, если кто-то из вас мне подскажет, я была бы благодарна. То есть о цензуре написано много, но еще больше. Написано о 1917 году, переломном году для Российской империи. И в советское время выходили работы, естественно, под определенным углом. И в постсоветское время выходили работы. Понятно, что я не могу дать смысла нет это все проговаривать. Я принесла парочку книг вам показать. Ну, просто как примеры. Смотрите. Великая русская революция, 1917 год, столетие изучения. Результаты московской конференции, огромной московской конференции. Собственно говоря, я думаю, вы даже видите по тамине. То есть, как раз когда был юбилей 1917 года, действительно вышло очень много работ. В том числе, эти работы частично касаются и журналистики. Другой пример. Очень известных исследователей как раз в периодике Петра Боратова и Татьяны Филипповой 1914-1918 «Великая война и Великая революция в русской журнальной сатире». Тут тема цензуры частично касается, очень немного, но все-таки касается. Но я бы вам больше показала эту книгу не потому, что здесь есть немножко отсылки к цензуре, а потому что мне очень нравится вот этот заголовок 1914-1918. На самом деле, современные историки уже давно пришли к выводу о том, что революция 1917 года была таким длительным процессом. И уже нельзя, это уже не очень грамотно делить. Вот революция только там февраля или революция только октября 1917 года. На самом деле, процессы начались значительно раньше. Историки как раз объединяют. Они начинают от начала Первой мировой и заканчивают тогда, когда уже советская власть стала на ноги. То есть не случайно Боратов и Филиппов поставили именно такой заголовок. Я еще очень люблю книгу Бориса Ивановича Колоницкого «Трагическая эротика». И она как раз в русле нашей с вами темы, где Борис Иванович, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, разбирается с тем, как власть пыталась выстроить свой положительный имидж. И смотрит это на примере, во-первых, уголовных дел по всевозможным слухам, сплетням, архивный материал, а во-вторых, смотрит на периодики, на плакатах, на открытках. То есть тот визуальный массив, в котором мало кто обращается из историков. Борис Иванович блестяще совершенно водит научный оборот. Но, безусловно, таких работ море и научных работ, и научно-популярных работ. И мы сейчас с вами попытаемся все совместить. Итак, давайте посмотрим, как же Россия прощалась с цензурой в далекий 1917 революционный год. Прежде чем говорить о прощании с цензурой, надо разобраться, что такое цензура. Ну а как иначе? Всегда идет какое-то терминологическое объяснение. Понятно? Я думаю, что вы знаете, что такое цензура. Вы примерно представляете, вы, конечно, слышали о нравственной цензуре, о бытической цензуре, о корпоративной цензуре, о цензуре родительского контроля. Конечно. О чем будем говорить мы с вами? Мы будем говорить о государственной цензуре. То есть о системе мер, которые государство применяет для ограничения распространения нежелательной информации. Вот самое простейшее определение, что такое цензура. Хотя их, конечно, миллион можно привести море, но зачем, если мы с вами минимум какой-то определили. Цензура родилась очень давно. И нельзя изображать, нельзя записывать сведения, где хранится. Мы нашли мамонта, потому что об этом узнают чужие племена. Но мы, конечно, не будем до такого доходить, до такой длинноты и до такого примитива. Нет. Мы будем говорить именно о государственной цензуре. Но мы с вами в основном, все-таки, ну 98 процентов, будем говорить о светской цензуре. Потому что, несмотря на то, что русская православная церковь в Российской империи входила, да, была государственной. Но мы будем говорить именно о светской цензуре. Потому что мы с вами живем в светском государстве. Будем рассматривать светские здания. Духовная цензура – это совершенно отдельно особая область, заслуживающая отдельной лекции. Но вы должны понимать, что духовная цензура родилась раньше светской. Значительно раньше. И вот перед вами на слайде книга монреальского профессора 2000-х годов, он собрал сведения из так называемого индекса запрещенных книг. Это список, который римская католическая церковь начала вести с середины XVI века, а прекратила она его вести, вы не поверите, но в конце 1940-х годов. Индекс запрещенных книг – это список книг, список рукописей, которых католику было неприлично, недостойно его звания католика читать. То есть это список не тех книг, которые нельзя издавать, они уже изданы, а список тех книг, которые католик не должен был читать. Писатели, чьи произведения попали в индекс запрещенных книг, они могли переработать книги в соответствии с рекомендациями церкви, тогда их из этого списка исключали. Вот вам пример одной из очень ранних церковных, духовных цензур и занесения в определенную летопись. Но понятно, раз мы с вами говорим о русской цензуре, мы не можем брать всю европейскую или американскую цензуру, это невозможно. Для желающих неслучайно перед вами обложка книги Радищева «Путешествие с Петербурга в Москву». Для желающих я предлагаю обратиться к главе «Торжок», где Александр Радищев блестяще совершенно разбирает историю европейской цензуры со всеми подробностями, со всеми деталями, которые мы сейчас совершенно не будем брать. Но знаете, что интересно, вот он берет эту главу «Торжок», он подробно, детально разбирает, как развивалась цензура в Европе, как она рано, поздно, какие методы применяла, какие книги запрещала, а заканчивает эту главу следующее. О русской цензуре мы поговорим потом, и не произведя цензуры над почтовыми лошадьми, мы там отправились дальше в путь. Ну, не произведя цензуры над почтовыми лошадьми, понятно, это такая ирония, такой сарказм. А вот о русской цензуре мы поговорим потом, если вы перечитаете всю книгу «Путешествие с Петербурга в Москву», вы не найдете никаких следов разговора о русской цензуре. Это такой классический прием умолчания, намекнуть и промолчать. Прием, кстати, очень часто используемый русской журналистикой в борьбе с цензурой или способах ее обхода. Итак, русская цензура. Для того, чтобы опять-таки, да, я напоминаю, у нас с вами есть глобальная цель прощания с цензурой в 1917 году, но нам надо к этой цели подойти, потому что невозможно сразу с бухты барахта взять и начать 1917 год. Это будет нарушением принципа историзма. Давайте мы с вами быстро пробежимся по основным вехам развития русской цензуры. Перед вами портрет Петра Великого. Именно с деятельности Петра Первого, Петра Алексеевича Романова зародилась, во-первых, светская журналистика, а во-вторых, зародилась светская цензура, потому что, конечно, примеры духовной цензуры мы можем найти с вами и до правления Петра Первого. В 1702 году была основана первая русская печатная газета, газета «Ведомости». Вы не поверите, я просто сейчас несколько дней назад была на экскурсии в очень уважаемом музее. Я не буду называть этот музей, потому что ситуация такая странная, мягко говоря, была. Экскурсовод заявил, экскурсия была посвящена не периодике, но попутно он заявил, что первая русская газета вышла в 1713 году. Я там чуть не упала во время экскурсии, потом к нему подхожу к экскурсоводу, говорю, простите, но первая русская газета вышла в 1702 году, а не 1713. Хорошо бы, чтобы вы это запомнили. Он так, знаете, не моргнув глаз, говорит, я проверю эту информацию. Тут не совсем смешно стало. А потом он, очевидно, проверил эту информацию по Википедии, подходит и говорит, я ошибся, но вы ошиблись. Первая русская газета возникла в 1703 году, а не втором. Тут мне второе стало смешно, потому что 1703 год, 2 января, это дата первого сохранившегося номера Петровских ведомостей, а уже лет 60, как историческая наука, приняла доказательства Петербургской научной школы, что в декабре 1702 года вышло три номера Петровских ведомостей нашей гордости, того маленького листочка бумаги, с которого началась русская журналистика. Это вам просто, чтобы вы немножко так чуть-чуть отдохнули, вот эта байка, которая со мной только что случилась. Итак, Петр основывает первую русскую печатную газету ведомости. Он часто сам пишет, он часто сам держит корректуру, и иногда на корректурных оттисках, которые сохранились, мы можем видеть надпись рукой, сделанной рукой Петра Великого. Сей статьи межскобок народ не пущать. Это вообще слоган к истории русской цензуры. А какие статьи не надо пущать народ? Ведомости старались не рассказывать о неудачах русских войск в ходе Северной войны. То есть вот вам пример зарождения цензуры, пример, когда государство в лице императора пытается ограничить общество от потребления, от распространения какой-то не самой удобной для Петра Великого информации. Итак, русская цензура не юридически, законов еще не было, а фактически русская советская цензура зарождается в самом начале 18 века с момента появления русской журналистики. Что было дальше? В 18 век между Петром Великим и Екатериной Великой, Екатериной Второй, время женского правления, и женщины, как мне это не грустно признать, не на пользу пустили свое правление по отношению к печатному слову. То есть и Екатерина Первая, и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна, они пытались что-то сделать цензуру, они понимали значение печатного слова, потому что постепенно книг становится больше, начинают выходить журналы Академии наук, начинает появляться частная периодика 1759 год, но какой-то серьезной вот законодательной работы они не вели. Анна Иоанновна приказывает, не разрешает печатать все противное ее ближайшим приближенным, то есть речь про фаворитизм, а Елизавета Петровна хочет, чтобы в ее канцелярии доставлялись все книги, напечатанные в эпоху Анны Иоанновны, для того, чтобы вычеркнуть любое упоминание о ненавистной для Елизаветы Анне. Но это, в общем, как-то не очень серьезно, и поэтому долго говорить тут я смысла не вижу. Екатерина Вторая, второй великий русский император, но если употребить феминатив императрица, который по-настоящему понимал не только значение печатного слова, но и значение и пропаганды, и цензуры, то есть государственного контроля над печатным словом. Екатерина сделала много очень важных указов по цензуре, но так как мы с вами даем очень беглый обзор, то я остановлюсь на самом важном. 16 сентября 1796 года Екатерина Вторая подписывает, мы представлю себя в роли Екатерины, подписывает указ об учреждении в России Института цензуры. В четырех городах Российской империи были образованы четыре цензурных комитета. Каждый цензурный комитет состоял из трех персон, то есть трех людей. Персоны ученой, персоны научной и персоны ученой, духовной и персоны светской. То есть в каждом цензурном комитете было три человека. Профессор, представитель Святейшего Синода и чиновник. И вот они, видите, три разные отрасли, они решали, как, что можно пропускать. Цензура получила не только штаты, цензура получила руководство к действию. Нельзя написать, что можно пропускать, этого слишком много, но можно написать, что нельзя пропускать. Нельзя печатать что-либо противное церкви, трону, нравственности и личной чести граждан. То есть 16 сентября 1796 года по распоряжению Екатерины II, совсем незадолго до ее смерти, в России была официально юридически учреждена цензура. Можете сказать, это как вообще? Целое столетие цензура в России работает, да, она фактически учреждена, если вы помните, с самого начала века Петром Великим, а юридически законы появляются только в самом конце 18 века. Да, так и есть эта русская особенность. А это было не особенно нужно для правительства, потому что половина 18 века русская журналистика была монополизирована правительством. Зачем правительству, собственно говоря, издавать законы, которые контролируют информацию в издаваемых им же изданиях, издаваемых им же книгах? Это было просто не нужно. А потом с 1759 года частная журналистика начинает развиваться, но развивается очень аккуратно, постепенно, неспешно. Ну, конечно, там Николай Иванович Новиков, да, со своими фонтанами появляется, но как Новиков это единицы, еще очень немного частной журналистики, поэтому юридически это было и не особенно нужно. Но все-таки журналистика у нас уже получила вот эти ограничения, хотя, с моей точки зрения, в течение 18 века русская журналистика была наиболее свободна на всем протяжении существования Российской империи. Итак, 18 век проскочили, переходим на 19 век. Первый план 19 века, там у нас три императора, Павел I, Александр I, Николай I. Павел правил совсем недолго, да, с 96 по 801, но за свое короткое время он успел выпустить 10 указов, посвященных цензуре, в том числе печально известный 1800 года, запрещающий к ввозу в Россию все иностранные печатные издания. Такая жесткая мера была связана с очередной французской революцией. Павел пытался поставить преграду вот этой французской, с его точки зрения, заразе. Александр I. Александр I был мягкий, император дни Александра их прекрасное начало, и он сначала сделал совершенно неслыханную вещь. В 1802 году он отменил предварительную цензуру. Мы с вами об этом еще не говорили, и тут надо бы вот этот момент проговорить, чтобы вы разбирались. Существует, существовало, существует и будет существовать два вида цензуры. Цензура предварительная и цензура карательная. Просто сейчас карательная называется иначе, последующая или судебная. Цензура предварительная — это просмотр издания любого, не обязательно периодического, просмотр издания до выхода его в тираж, то есть до напечатания всего тиража. Когда цензур отсматривает, цензур запрещает вот этот текст, цензур запрещает вот эту картинку, цензур запрещает вообще вот этот блок, и издатель идет, снова все переверстывает, убирает то, что запрещено, снова что-то вставляет, и до тех пор, пока не появится надпись «Разрешено цензура, цензур такой-то», цензур не может приступать к осуществлению печати всего тиража. То есть предварительная предваряет тираж. Цензура карательная — это цензура последующая, то есть издатель выпустил книгу, газету, журнал, и один из номеров несет на проверку в цензуру, и цензур либо полностью запретит весь тираж, сначала сжигали, потом отправляли в макулатуру, либо разрешит к распространению. Во всем мире синонимом свободы слова является не отсутствие цензуры вообще, это невозможно. Я всегда привожу пример, что отсутствие цензуры вообще было только у Робинзона Круза, когда он был на необитаемом острове, а вот когда появляется «Пятница», Робинзон уже начинает думать, так, вот это можно говорить, вот это нельзя говорить, то есть он включает самоцензуру. Во всем мире синонимом свободы слова является отсутствие предварительной цензуры. Когда мы с вами читаем закон Российской Федерации о СМИ, и там написано «цензура недопустима», имеется в виду именно недопустима предварительная цензура, потому что цензура последующая или судебная, она действительно защищает человека от клеветы, от деформации, от неправильных каких-то опубликованных фактов. Это абсолютно нормальное правовое поле. Так вот, Александр I в 1802 году отменил предварительную цензуру, но потом быстренько одумался и в 1804 году ввел так называемый Александровский цензурный устав, где предварительная цензура была вновь введена, то есть вот он как бы опередил свою эпоху, а потом дал обратный ход. Александровский цензурный устав считается самым мягким на всем протяжении XIX века, потому что там есть очень важная фраза для всех авторов. Я вам не процитирую, просто близко к смыслу перескажу. Если цензур встретит место двоякое по смыслу, он обязан трактовать это место в пользу сочинителя. Что за петрушка, скажете вы? Что такое место двоякое по смыслу? Эзопов язык, намеки, междострочия. Вот можно так текст прочитать, а можно так текст прочитать. Если цензуру кажется, что тут вот первый слой такой как бы невинный, а второй на что-то намекает, он по духу закона должен воспринимать, что автор имел в виду именно невинный смысл. Другое дело, что не особо сильно это на практике реализовывалось, но, тем не менее, мягкий закон был принят. Вот вам цензура Александровского времени. Затем у нас идет Николай I. Николай I, я думаю, вы помните, как вступил на престол. Первый день его восшествия — это восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Николай I начинает гайки закручивать. 30 лет он правил, большую часть времени по отношению к печати, к цензуре его политика была очень жесткая. Во времена Николая I самые два главных цензурных устава — это устав 1826 года, так называемый чугунный цензурный устав, за его жесткость, за его непрошибаемость. Ну, попробуйте, да, по чугуну ладошкой стукнуть и посмотрите, что с вами случится. За его огромный объем, там было 230 параграф, там было море, прописано, что нельзя. А еще за его очень сложную, бюрократическую, сложно выстроенную бюрократическую систему цензурного аппарата. Ну, бюрократические машины всякие Николай I очень сильно любил. Эту сложную структуру он выстроил и в уставе 1826 года. Но в 1828 году Николай принимает другой цензурный устав, его обычно называют Николаевский цензурный устав. Он мягче устава чугунного 26 года и жестче устава Александровского 1804 года. Почему вдруг Николай I смилостивился и отменил жесткий цензурный устав? Я думаю, дело не в том, что он хотел как-то ослабить положение журналистики, общей литературы и печатного слова в России, а дело в том, что он создал такую сложную бюрократическую схему, что она не работала. И поэтому он упростил вот эту схему и устав 1928 года позволял лучше заниматься цензурированием. Еще очень важный момент. В уставе 1928 года есть первые отсылки к понятию об авторском праве в России впервые, то есть об авторском праве, об обязательном экземпляре, то есть книги, которые доставлялись бесплатно в императорскую публичную библиотеку. Это на самом деле важный закон, который нес не только зло, но и добро для русского печатного слова. Я вообще противник цензуру воспринимать только со знаком минус во всем явлении, в любом явлении и в явлении цензуры тоже, безусловно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Правление Николая I заканчивается в плане ужесточения политики цензуры очень жестко. В 1848 году во Франции вспыхивает очередная революция, и Николай, вспоминая ту свою знаменитую фразу, с которой он начал свое царствие «пока жив, революции в России не будет», вводит печально известный, учреждает печально известный Бутурлинский цензурный комитет по фамилии его председателя графа Дмитрия Петровича Бутурлина. Это был тайный цензурный комитет надзора не за печатью, а надзора за цензорами. То есть цензоры знали, что в любую минуту их могут проверить, им не сообщая, к вам едет комиссия, ничего подобного. В любую минуту их могли проверить, и если они нерадиво исполняли свои цензорские обязанности, их могли уволить. То есть они теряли прекрасное жалование, прекрасную службу, чины, их семья оставалась без источника средств существования. Понятно, что началось, понятно, что цензоры начали совершенно нещадно все вычеркивать, и русская журналистика потеряла малейшие возможности быть публицистичной, начала писать о птичках, о лошадях, о собаках, и то без всякой критики. Именно существование Бутурлинского цензурного комитета или комитета 2 апреля, потому что он был основан 2 апреля 1848 года и привело к тому, что последние годы правления Николая I стали называть эпохой цензурного террора или мрачным семилетием. Вторая половина XIX века. Видите, как мы с вами быстро-быстро идем. Я надеюсь, что вы не запутались, и общая картинка развития русской цензуры у вас все-таки складывается в какую-то единую линию. Вторая половина XIX века — это два русских императора, это Александр II и Александр III. Александр II — царь-реформатор, царь-освободитель. Он вступил на престол после смерти Николая I в 1855 году. Уже при нем закончилась очень тяжелая для России Крымская война, неудачная для России Крымская война. Александр начинает приступать к крупнейшему делу своей жизни — освобождению крестьян. Я думаю, что вы помните, действительно эпохальное совершенно событие в XIX веке — отмена в России крепостного права произошла в 1861 году. После этого Александр приступает к целой серии реформ, которые получили наименование великих реформ. Это не только крестьянская реформа, это судебная реформа, это земская реформа, это городская реформа, это образовательная реформа, это военная реформа. Финансовые, к сожалению, не смог провести из-за русско-турецкой войны. Для нас очень важно, что он провел цензурную реформу в 1865 году по цензурной реформе части зданий. Не буду сейчас перечислять, нам с вами главное выстроить общую картинку. Часть зданий была освобождена от предварительной цензуры и была подчинена карательной. Мы с вами уже помним, что отмена предварительной цензуры — это синоним свободы слова. Кроме того, административные наказания печати были заменены на судебное рассмотрение преступления печати. Это действительно свобода. Свобода в рамках закона. Но царствование Александра II прерывается брошенной бомбой 1 марта 1881 года, и на престол сходит его сын, Александр III. Его царство обычно называют эпохой контрреформ, потому что Александр III пытался... Ну понятно, страна находилась в шоке. Да, посреди русской столицы русским человеком, брошенной русской самодельной бомбой, был убит русский царь. Но тут, знаете, мало кто не придет в ужас от всего происходящего. Александр III, спустя два месяца очень тяжелых размышлений, принял политику такого сдерживания реформ Александра II. И в 1882 году им был принят цензурный контрреформ, цензурный закон, который является цензурной контрреформой. Закон 1882 года не отменял цензурную реформу 1865 года, но очень существенно ее перекрывал. То есть юридически 1865 год не отменяли, а фактически действовал закон 1882 года, который резко сужал положение русской журналистики. Положение русской журналистики, знаете, колебалось. То было легче, то было тяжелее. Ну вот перед вами совершенно чудесно, очень люблю эту литографию Петра Федоровича Борреля, концерт в цедурном тоне. Посмотрите, разглядите. Здесь выступают русские издатели. Им даны портретные сходства. Ну наверняка вы узнаете, в центре сидит Николай Алексеевич Некрасов. Да, может быть, вы тут кого-то еще узнаете. Существует на самом деле росписи, кто тут изображен. Они играют на различных музыкальных инструментах. На каждом музыкальном инструменте подписано название их печатного органа. Но кто дирижирует? А дирижирует, да, посмотрите, человек с дирижерской палочкой, Василий Аполлович Ц. То есть его фамилия обыгрывается и в названии. Концерт в цедурном тоне, до мажор. Василий Аполлович Ц. Он в это время являлся начальником главного управления по делам печати, то есть главного цензурного комитета. Но Ц смотрит не на свой оркестр, хотя казалось бы, ну куда дирижер должен смотреть. Ц смотрит в сторону, а за его спиной, стоит человек с камертоном. То есть он дает нужную ноту. Это граф Петр Валуев, это министр внутренних дел. Карикатура 1863 года, года, когда русская цензура из Министерства народного просвещения перешла в видение Министерства внутренних дел. Более того, если вы идите сверху, посмотрите, да, там вот кто-то вот так делает, кто-то вот так делает. Это тоже все цензоры. То есть русская журналистика находится в обрамлении цензоров и выступает в... под руководством цензоров. Вот о чем эта совершенно прекрасная литография, помещенная в журнале «Зануза» 1863 года. Наконец, мы с вами подходим к началу XX века. XX век — это последний русский император Николай II, который вступил на престол после смерти своего отца в 1894 году и правил, как мы с вами помним, до 1917 года. Николай II начинает вот... Вот его довольно часто рисуют таким мягким, сомневающимся, да, колеблющимся, подвержен довольно сильно влиянию стороннему. Но начинает, надо вам сказать, что он довольно жестко по отношению к журналистике. И вот если Александр III начинает жестко, а потом постепенно смягчает... Я вообще вот эти колебания довольно часто замечаю на протяжении российской истории. То Николай сразу начинает жестко, довольно много. Еще в 90-е годы там особых-то проблем каких-то серьезных не было. В 90-е годы много штрафов, много запрещений изданий, закрытия изданий, приостановок изданий. Много редакторов и издателей сидит в тюрьмах. То есть он сразу начинает так, довольно хватка по отношению к печати. Но на его долю падает и русско-японская война, да, тяжелая для России. Первая русская революция 1905-1907 годов. И вот, безусловно, самое громкое событие в цензурной истории начала XX века, это, конечно, во-первых, высочайший манифест 17 октября 1905 года, по которому Николай II, не желая сам на самом деле этого, но вынужденный всеобщей забастовкой, даровал гражданам Российской империи, в том числе и свободу слова, и свободу печати, плюс остальные гражданские права. С 17 октября 1905 года по конец ноября 1905 года, до момента выхода новых временных правил печати, не было никакой государственной цензуры. Современники называли этот период, ну, там, получается, чуть больше месяца, медовым месяцем свободы печати. Но, знаете, вот у нас, вот, либо так, либо так, вот у нас не бывает, чтобы вообще ничего не было. Смотрите, государственная цензура, получается, конец октября и до почти конца ноября 1905 года не работает, но зато включается цензура радикально настроенных типографов, наборщиков, которые отказываются печатать издания, которые не носят радикальный характер. Ну, вот, что не поп, то батька, да, получается. Значит, временные правила печати 24 ноября 1905 года, они даровали свободу слова российскому печатному слову. Во-первых, была для всех отменена предварительная цензура, без исключения. Во-вторых, опять было введено судебное наказание печати, а не административное. И, наконец, всем желающим было даровано явочный порядок основания новых периодических изданий. Раньше был концессионный, то есть вам либо разрешали основать новое периодическое издание, либо запрещали, либо дадут, либо нет. А явочный вы просто ставите Министерство внутренних дел в известность. Я хочу издавать. И через две недели вы имели право издавать. Это, безусловно, абсолютно точно свобода, но конец декабря 1905 года разгромлено московское вооруженное восстание, баррикады на красных преснях. Правительство понимает, что вот такой самый пик революции оно все-таки прошло, оно все-таки справилось, потому что трон шатался в 1905 году, действительно шатался. И с 1906 года снова начинают выходить указы, которые опять начинают закручивать гайки в положении русского печатного слова, указы 1906 года, 1907 года. Сначала отменяется предварительная цензура частично для провинциальной печати, потом для иллюстрированной печати и прочее, прочее, прочее. Плюс в эпоху Николая II еще, конечно, надо вспомнить Первую мировую войну, которая прошла под знаком военной цензуры. Но это абсолютно естественно. Когда идет война, включаются правила войны и цензуры, то есть сужается поле разрешенной информации. Еще в 1912 году было разработано положение военных корреспондентов, где сужается число допущенных на фронт военных корреспондентов. И в 1914 году, когда разразилась Первая мировая, положение военных корреспондентов было принято к действию, и страна жила по законам военной цензуры. Но мы постепенно подходим с вами к 1917 году. Чуть попозже мы поговорим об этом подробнее. Но последние циркуляры цензурные, которые вообще, на самом деле, может быть, не так страшны цензурные уставы и временные правила печати, как циркуляры, это всевозможные дополнения, которые сужают, сужают, сужают разрешенное поле свободы печати. За несколько дней до революции еще сыпались цензурные циркуляры, которые запрещали, например, писать о рабочем движении, о стачках, о забастовках. Об этом, об этом, об этом, об этом нельзя. То есть цензура, на самом деле, не ожидала того взрыва, который произойдет у нас в 1917 году. Я вам скажу по секрету, никто его не ожидал, не только цензура. Вот мы с вами пробежались от XVIII века до конца Серебряного века. Мы посмотрели, как развивалась цензура. Но я вам еще не сказала очень важную вещь. Точнее, я немножко проговаривала это, но не акцентировала внимания, в 1811 году, то есть за год до начала войны с Наполеоном, Александр I учредил очень опасную штуку, очень тяжелую штуку, ведомственную цензуру. Смотрите, мы с вами говорим о государственной, светской цензуре. Ее чаще называли общая цензура. Но с 1811 года пошло дробление цензур. Каждое министерство, каждое ведомство захотело тоже проверять тексты на благододежность с их точки зрения. Почему это очень опасная штука? Представьте себе, вы написали статью. Я думаю, запросто вы можете написать статью или книгу, или многотомник. Вы написали статью. И в этой статье вы касаетесь, например, вопроса воспитания, вопросов обучения рекрутов. И вам придется тогда вашу статью, или если вы издатель и в вашей газете или журнале есть эта статья, нести не только в общую цензуру, но и военное ведомство, потому что рекруты относятся к военному министерству, и в министерство народного просвещения, потому что вы там что-то про педагогику. Если вы вдруг касаетесь духовных вопросов, пожалуйста, в Синод. То есть и без реплик разрешения этих ведомственных цензур вам не разрешат ничего печатать. Это очень затрудняло процесс выпуска печатного издания. И хитрые издатели пытались параллельно давать сигнальные номеры туда и туда, чтобы потом это все собирать. Просто, чтобы вы себе представляли, как функционировала цензура, и просто вот перед вами обложки книг, которые относятся к ведомственной цензуре, посвященной истории ведомственной цензуры. Вот книга прекрасная Сергея Григорьева по придворной цензуре, цензура Министерства императорского двора, которая курировала любые упоминания в печати о лицах царской фамилии. Не обязательно в периодике. Если, например, вы написали роман, создали, вы хотите его посвятить кому-то из царской фамилии, вы тоже должны были получать разрешение в цензуре Министерства императорского двора. Или прекрасный сборник, изданный Натальей Генриховной Патрушевой и Натальей Александровной Гринченко в Российской национальной библиотеке «Комитет цензуры иностранной». КЦИИ был учрежден у нас по Николаевскому цензурному уставу 1828 года. Кстати, знаете, где работал КЦИИ? Комитет цензуры иностранной находился в главном здании. Сейчас это Санкт-Петербургское государственное университет, тогда это Петербургское императорское университет, и поэтому библиотека КЦИИ, конечно, входит в состав нашей Горьковки. КЦИИ контролировал поток печатных изданий, приходящих из-за границы, и проверял переводы, в том числе, что можно, что нельзя распространять широко для российского читателя. Следующая книга Владлена из Мозика про черные кабинеты. Это почтовая цензура, и почтовая цензура, у нее была одна из таких очень странных функций, перлюстрация писем. Это было в любой стране, это было не только, естественно, в России, перлюстрация, то есть тайная проверка государственными органами, переписки, переписки высокопоставленных лиц, дипломатов, торговцев, но потом начинают проверять уже не только высокопоставленных лиц, проверяют письма там по... Ну, там целая история, мемуары, кстати, хорошие сохранились там по выборке, по адресам отправлений, по адресам, куда направляется письмо, по почеркам, разбирали. Вот службы черные кабинеты занимались перлюстрацией писем. Или книга традиционная Катовича «Духовная цензура». Это вот то отдельно огромный блок. Духовная цензура примерно равняется по масштабам общей цензуры, то есть той, про которую мы с вами говорим. И, конечно, учитывая, что мы с вами подходим к вопросу о сатирической графике, да, конечно, иногда появлялись карикатуры на ведомстве на цензуре, но надо вам сказать, что очень нередко. Вот перед вами два рисунка. Один посвящен театральной цензуре. Она называлась «Драматическая цензура». И посмотрите, да, перед входом в литературно-театральный комитет, который отбирал пьесы к постановке. Это, получается, у вас рисунок справа, это журнал «Осколки». Толпятся авторы, которые просят, чтобы их пьесу пропустили. Драматическая цензура. А сбоку очень, с левой стороны, очень редкая иллюстрация, посвященная художественной цензуре. Но в данном случае, да, мы видим, цензура запрещает выставку какой-то картины на художественной выставке. И тут важно не просто вот пример того, как работала художественная цензура или цензура иллюстрации, а тут важно, тут очень хорошо показано свойство человеческой психики, запрещенный плод сладок. Смотрите, как публика мчится к запрещенной картине, пытаясь ее посмотреть, абсолютно не обращая внимания на те издания, которые, те картины, которые выставлены для всеобщего обозрения. Это действительно редкие карикатуры, поэтому разглядите их как следует. Итак, мы с вами разобрали, что такое цензура. Мы с вами быстро посмотрели, как развивалась цензура. Мы поговорили о видах цензуры. Давайте теперь посмотрим, как изображали цензуру. Видите, мы с вами постепенно подходим к нашей ключевой теме. Как изображали цензуру в русской сатирической графике? Цензура – слово женского рода, и поэтому чаще всего ее изображали именно как женщину. Более того, существовала очень давняя практика во Франции. Ее называли «Мадам Анастазии». Журнал «Шут» 1897 года изобразил «Мадам Анастазии». Посмотрите, как изящно ее костюм складывается из ножниц одного из главных орудий цензуры. «Мадам Анастазии» и «Шут» просят быть милостливым к редакции. А вот карикатура, кстати, довольно редкая. Это 1877 года, дешевого журнала для простонародия, журнала «Моляр», где цензура изображена в виде такой старушки, которая выглядывает в окно. И «Моляр», то есть в образе такого штырячка с кисточкой, говорит, сколько хозяйка краски даст. А это что такое? Дело в том, что у цензуры были свои инструменты. Понятно, что цензур прежде всего работал красным карандашом. И с красным карандашом мы с вами сегодня много раз встретимся. Работал ножницами что-то, вырезая. Вот вы видели, как костюм «Мадам Анастазии» скроен. Но цензура довольно часто работала и икрой. Это такая черная краска, нечитаемая абсолютно. Какие-то места не вырезались, а просто замазывались черной краской. Если вы пойдете в библиотеку и возьмете какой-то древолюционный журнал или газету, и там увидите что-то черной краской, это неплохой, неплохий считатель нарисовал. Это цензура нарисовала, абсолютно зачирикала. И я такие вещи довольно часто видела, и я понимаю, что это такое. Теперь и вы будете понимать. Итак, на карикатуре маляра сколько хозяйка даст краски, то есть сколько хозяйка даст икры. Цензуру изображали не только в образе женщины. Хотя гендерный перекос, конечно же, был. Иногда цензуру изображали в образе мужчины. Вот перед вами карикатура 906 года, где цензура, не цензур, стоит в таком фраке, грозно говорит, конфискую. А на несчастного редактора бьет молния, которая образует из своих переплетений цифры 128. Это статья 128, уложение об уголовных наказаниях, карающее задерзостное неуважение к верховной власти. Но надо вам сказать, что все-таки чаще цензуры изображали в виде женщины. Цензуру иногда изображали в предметном виде, например, как на карикатуре 1917 года Будильника, в виде большого красного карандаша, который давит на говолу несчастного автора, несчастного сатира. Видите, как он придавливает. Но есть еще и зооморфные образы. Когда цензура изображается в виде человека, это антропоморфные образы. А когда цензура изображается в виде растений, животных, зооморфные образы. На рисунке журнала «Букет» 1906 года цензура изображается в образе змеи. Абсолютно архетипический образ, отсылающий нас к символу зла, к древу познания, к Библии, к Адаму и Еве. В общем, мало, конечно, приятно. Цензура в образе змеи обивается вокруг тела русской журналистики, вот-вот она ее укусит. А что вы хотите от радикально настроенного журнала, который выходил в годы Первой русской революции? Вполне логичное изображение с их точки зрения, не с моей. Я с этим не очень согласна. Но изображали не только цензуру, изображали и цензура. Вот цензур-то как раз чаще всего мужчина. И это абсолютно оправдано, потому что до начала Первой мировой войны в цензурных комитетах служили только мужчины. А вот когда цензурные комитеты стали слегка редеть с началом Первой мировой войны, часть цензура была мобилизована, они стали военными цензурами, по специальному договору, по найму в цензурные комитеты стали приходить женщины. Но их было там немного. Первое мне известное изображение цензура, может быть, что-то есть и раньше, но тем не менее, первое мне известное изображение цензура было помещено в журнале Михаила Маховича 1846 года. Это знаменитое шествие литераторов в Храм Славы. Если вы приглядитесь, вы тут увидите и Гоголя, и Булгарина, и Адоевского. Сбоку бежит юный Некрасов, и Кукольник, и Жуковский. Но посмотрите внимательно, кто поднимает шлагбаум, не опускает, не запрещает дорогу, а поднимает шлагбаум по дороге литераторов к Храму Славы. Цензур Ампли Очкин, он помогает, он не мешает вот этому торжественному шествию. Больше дружелюбных карикатур с образом цензура мне неизвестно. Все остальные карикатуры как могут прохаживаться, прохаживаться насчет цензура. Ну, понятно, что карикатура, ее задача – осмеять, высмеять, попытаться защитить противное мнение. Ну, поэтому все логично. Ну вот, например, как довольно часто изображали цензура. Вот перед вами журнал «Зритель» 1908 года. Огромный массивный человек режет ножницами газетный лист, где бьется, ну, трудно сказать, автор – это редактор, издатель. Ну, во всяком случае, вот как раз вам классический образ цензура. И здесь получается, и здесь то, что я вам показываю, и карикатуры, которые перед вами. Мы видим с вами инструментарий. Вот посмотрите, рисунок Николая Герардова в журнале «Серый волк» 1908 года. Цензур ножницами, да, его главное орудие труда, режет прямо по шкуре серого волка. Если учесть, что это журнал «Серый волк», то понятно, что это такая автошарж, да, на себя сама редакция нарисовала. А рядом с цензуром стоит баночка икры. Вы уже знаете, что это такое. А в журнале «Сатирикон» 1913 года дан человек красного карандаша. Да, такой маленький, плюгавенький, неприятный. Держит огромный красный карандаш, а на цепочке он держит еще более маленького плюгавенького. Это представители русской прессы. Но мы с вами видим и цензура, и орудие его труда. Итак, я вас поздравляю. Мы наконец-то добрались до конечной точки своего путешествия. Мы добрались до 1917 года. Но мы совершенно не напрасно потратили время до этого, потому что мы с вами поговорили, что такое цензура, как развивалась цензура и в мире, и в России, какие виды цензуры существуют, и как изображали и цензуру, и цензуру. Давайте разбираться с 1917 годом. Я надеюсь, что вы помните, что там было. Но хоть в общих чертах. 27 февраля совершенно неожиданно для всех вспыхивает революция. Абсолютно неожиданно. Ее никто не ждал. Действительно, никто не ждал. Ничто не предвещало беды. Историки вот уже больше, чем 100 лет пытаются спорить, почему она случилась, почему, что вообще привело к этому. И я вам... Знаете, просто чтобы у нас как бы уж не совсем уйти, я в сторону. Я просто беру ту самую книгу, которую я вам уже показывала. А вы заодно немножко отдохнете, потому что, я думаю, я на вас обрушила море информации. Московский прекрасный историк, я очень люблю, Александр Голубев, он объясняет, вычленяет основные причины, почему, собственно говоря, случилась революция 1917 года. Непосредственными причинами революции послужили прогрессирующее разложение монархического режима, тяжелейшая война, снижение жизненного уровня населения и, может быть, самое главное, неразрешенность важнейшей проблемы аграрного вопроса. Но вообще, это причины. Но ведь если бы только эти причины, то понятно, что с трудом Россия могла бы с этим справиться. Но остальные страны же справились. Но почему у нас-то такое вообще произошло? А дело вот в чем. В принципе, революция 1917 года и февраля, и октября, помните, в самом начале мы говорили о том, что историки уже давно это считают единым процессом, который начался задолго до 1917 года. Русская революция 1917 года в значительной степени представляла собой реакцию традиционного общества на форсированную модернизацию. Вот ключевое слово – форсированная модернизация. Россия в начале XX века очень активно выходит на уровень капиталистической модернизации, но, во-первых, власть не допускает часть общества, которая заинтересована капиталистической модернизацией, до власти с помощью репрессий, с помощью определенного юридического положения. Не допускает. Во-вторых, Россия была очень разнородна того периода по социальному составу, по конфессиональному составу, по культурному уровню, по технологическому уровню. И вот все вместе, вот этот комплекс причин и самая главная, крупнейшая проблема – эта бомба была заложена в 1961 году, когда был нерешен аграрный вопрос. Помните, да, когда крестьянам не дали бесплатную землю? И она аукнулась. Этот фитиль разгорелся в 1917. Вот почему все это было очень нервное время, было очень напряженное время, очень тяжелая жизнь, тяжелейшая война, страшная дороговизна. Слушайте, я читала море всего. Я разорился. Вы спекулировали дровами? Хуже я дровами отапливал комнату. То есть бесконечная дороговизна на предметы первой необходимости. Но вы попробуйте не топить в Петрограде зимой. Ну что зимой? Весной, осенью, иногда и летом. Попробуйте, что с вами будет. А есть, одеваться. Человек приходит в убывной магазин или в магазин одежды. Простите, вы меня не поняли. Я хочу у вас одеться, а вы меня раздеваете. Речь про цены. А бесконечные хвосты. Знаете, что такое хвосты? Ну вот старшее поколение, конечно, знает. Мы это проходили, но не в таком масштабе, как в 1917 году. Это бесконечные очереди. Многочасовые очереди за предметами первой необходимости. А министерская чехарда, когда все сменяются, когда ничего не знают. А то отступление, то наступление русских войск. А когда слухи, а когда непонятно вообще, что происходит. И вот на фоне этого вдруг, неожиданно разворачивается первая русская революция. Я просмотрела массово, ну, сплошным просмотром, 12 тонких иллюстрированных журналов 1917 года и две газеты. То есть там, где были отделы сатиры и юмора, чтобы вычленить оттуда иллюстрации, связанные с цензурой и с положением печати. Все это тонкие иллюстрированные журналы 1917 года? Нет, не все. Но вот что я вам скажу. Если сатиры первой русской революции прекрасно изучены, то по сатире 1917 года есть книги, но их очень мало. Сатиры 1917 года почти изучены, и она, кстати, довольно труднодоступна. Это тоже проблема. В общем, в общей сложности я вычленила из того, что я просмотрела, 48 карикатур, посвященных положению печати, посвященных положению печати до революции, после революции и цензуре. И посмотрите, пожалуйста, на диаграмму, которая перед вами. Пик этих карикатур приходится на апрель. То есть март и апрель. Правильно. Потому что революция у нас 27 февраля, 2 марта. 2 марта на станции Николая II подписывает отречение от престола от своего имени и от имени своего сына Алексея в пользу своего брата Михаила, а затем Михаил подписывает отречение от престола в пользу восставшего народа. То есть 2 марта в России пало самодержавие. Что начинается дальше? Есть очень хорошие работы, действительно хорошие работы по психологии гражданина 1917 года. Ну, например, почитайте Игоря Архипова «Смех обреченных». Прекрасная совершенно статья в журнале «Звезда». Сначала начинается такая эйфория, праздник, счастье. А еще получилось, что революция 1917 года она совпала с Пасхой, православной Пасхой. То есть весна, революция, сброшенная монархия. Даже монархисты радовались. Пасха, возрождение, ощущение чуда, эйфории. Как вот ощущение карнавала, действительно карнавала. Мир перевернут. Раньше министры арестовывали студентов, теперь студенты арестовывают министров. И вот это ощущение эйфории и праздника все ликовали. Правда, все ликовали. Ну, большая часть, давай поправимся все-таки, большая часть ликовала. Власть пытается поддерживать. Власть, да, приходит к власти временное правительство. Почему власть пытается поддерживать митингами, плакатами, риторикой праздничной, а потому что временное правительство прекрасно понимает, что проблемы-то остаются, армия воюет, фронт трещит, дороговизна страшная, спекуляция страшная, экономические проблемы не решены, аграрный вопрос не решен, пусть попразднуют. Вот логика такая, и от эйфории, пик ее достигает явно в апреле, это видно по карикатурам, потом начинается такой спуск, то что обыватель оглядывается, а все то же самое, а те же самые проблемы, мародерство, бандитизм, дороговизма, на что жить, как детей спасать, как учить, что дальше-то будет, ну просто попробуйте, господи, есть такая китайская поговорка, не дай вам Богу, жить в эпоху перемен, на самом деле мне жалко тех, кто жил в 17-м году, это, конечно, великая эпоха, но это очень тяжело, очень. Начинается отрезвление, потом, летом, в связи с восстанием анархистов, большевиков, ну, вооруженным наступлением, не восстанием, 3-го, 4-го июля, да, приходит ощущение тревоги, опасности, потом корниловское выступление, а кого бояться, немцев наступающих, большевиков, анархистов, корниловцев, обыватель не понимает, кого бояться, а потом приходит октябрь, и очередное, да, дно разверзлось, то есть вот это от эйфории к ужасу, к катастрофе, и проживает человек в 1717 году, и мы с вами сейчас увидим это в карикатурах. Вот темы, да, вот те найдены 48 рисунков, как я распределила по темам, чтобы было примерно понятно, потому что нам надо все-таки, мы не можем про всю революцию, ну, это невозможно, я и так вам дала такую довольно большую подводку, но мы можем с вами посмотреть, как реагировала вообще русская журналистика на то, что происходило. Итак, первое, что мы с вами посмотрим, цензура до революции, то есть как уже в послереволюционное время карикатуристы начинают показывать существование печати и цензуры до 27 февраля. А вот как показывают бесконечные цензурные клетки. Вот новый сатирикон, 1917 год, номер одиннадцатый, у них был такой сборный образ сатирикона, он пытается разорвать эти клетки из красного карандаша, и он не может. Или торжествующий цензор в журнале «Стрекоза» посередине рисунок, да, который насадил порхающую, жалобную такую, да, трепещущую стрекозу, помните, что это журнал «Стрекоза»? Насадил на свой огромный красный карандаш. Ну, в Турции была такая казнь, посадить на кол. Здесь то же самое. Кстати, много таких довольно рисунков было. Или такой, ну, стрип скорее, да, стрип — это комплекс таких отдельных рисунков, объединенных общей темой. Это похоже на комикс, но это все-таки не совсем комикс. Стрип в сатириконе, где там четырехчастный стрип, там сатирикон идет с редакционным портфелем в цензуру. В шестнадцатом году он идет в цензуру с редакционным портфелем, потом возвращается немножко такой грустный портфель стал поуже. А в начале семнадцатого года, я даже вам показывать не стала, иначе это будет пропаганда самоубийства, потому что сатирикон сидит вот так, страдает и с тоской поглядывает на петлю, потому что жить стало невозможно. Об этом можно прочитать в филитоне Амфитеатрова, опубликованном в январе 1917 года. «Цензура свирепствует. Мне не разрешают печатать то, что я печатал 30 лет назад. Даже над баснями Крылова начали издеваться». То есть вот это нервное, тревожное время. Цензуры тоже люди. Они тоже живут в этой же эпохе. Им тоже плохо. Они тоже чувствуют надвигающийся ужас. Он разрешился так, как разрешился. Но все жили в этой нервной эпохе, и они пытались что-то сделать. Они пытались остановить, остановить. Поэтому даже над баснями Крылова в январе 1917 года цензура начинает издеваться. Действительно, самым настоящим образом. Или вот другие рисунки. «Прежние свободы». Четырехчастный стрип, где обыгрывается свобода слова, свобода печати. Свобода печати. Можете полюбоваться, какие. Но мне больше нравится Шарш Маора, Дмитрий Маор. Дмитрий Стахевич Маор. Это известный потом будет советский карикатурист, плакатист. Вы, безусловно, знаете работы Маора. Но давайте посмотрим, что Маор в 1917 году в будильнике рисовал. Сидит, по-моему, Александр, если я не ошибаюсь, в имени. Последний министр внутренних дел, Александр Протопопов, он сидит в очень странной позе, откинувшись, держит немецкую газету. Посмотрите внимательно сейчас на эту газету. Держит немецкую газету и говорит, безумцы, что они делают? Я сейчас не читаю, что они делают? Я знаю, к чему это приводит. Давайте разберемся в этой карикатуре. Она не то, что двупланова, она многопланова. Во-первых, что за странная газета на коленях у Протопопова? Размер именно такой. Действительно, были большие газеты. Я сегодня принесла вам несколько газет 1917 года, чтобы вы представили себе, почувствовали дух эпохи. Полюбуйтесь. Я даже сейчас на секундочку, надеюсь, меня оператор простит за это, закрою свое лицо. Пожалуйста, вечернее время, здравствуйте, всеобщее равноправие. То есть газеты действительно были такими огромными, правда? Или вот, например, у меня разные просто газеты, но вот эти получше сохранности. Граждане, граждане, сохраняйте всеобщее спокойствие. Хороший лозунг, правда? Давайте сохранять всеобщее спокойствие. Что делают? То есть у Протопопова действительно такой большой формат газеты, правда, были такие газеты. Но видите, там часто белые пятна. Это цензурные копюры. Их называли по-разному. Белые пятна, вырезки, проплешины. То есть это было постоянно и в русской журналистике. Но это же классический прием. Классический прием, когда мы что-то изображали или говорили, или рисовали, посвященное якобы иностранному. Мы говорили про себя, так вот Дмитрий Маур говорит именно про нас. Значит, цензурные вырезки. Газета вышла с какими-то купюрами. И Протопопов, министр внутренней грехи, говорит, господи, что они делают? Вот эта цензура, вот это перекрывание информации ведет на самом деле к тому, что случилось. Это карикатура Будилика 25 марта. 2 марта Николай II подписывает отречение от престола. Посмотрите. Во-первых, это о цензурных купюрах. Действительно, этого было очень много. Это еще даже с времен Пушкина. Когда Пушкину не разрешали какие-то строки, он вставил многоточие. Если вы читали, например, Евгения Онегина, если какие-то оточия, то знайте, что это цензурные купюры, которые, например, издатели решили дать в том виде, в котором это было сделано. Потом эти отточия часто замелись просто пустым местом. Цензура пыталась с этим бороться. Цензура периодически выдавала циркуляры запрещения печатать вот эти проплешины. Но некоторые редакции их печатали, исходя из чувства протеста. Некоторые печатали, потому что, знаете, это вообще двойная работа. Место выкинули, надо набрать новое, надо что-то перенабрать, надо снова заплатить наборщикам. А кто-то просто не успевал, потому что если газета должна выйти вовремя, снова вставить какой-то новый текст, извините, газета вовремя не выйдет. То есть это классика такая цензурная работы. Но тут еще Протопопов, смотрите, у него фраза идет «безумцы». Ходили упорные слухи, что Протопопов сумасшедший. Так или не так, я, конечно, не знаю, но ходили упорные слухи. И вот в этой лексике «безумцы» заключено намек на его странное состояние головы и его поза тоже странная. То есть тут и намек и по поводу Протопопова, и по поводу цензуры, и по поводу борьбы с цензурой в помещении этих белых проплешин, и по поводу того, что излишняя строгая цензура ведет к тому, что пар выйдет из берегов. Цензуры до революции по-разному изображали, но, как правило, там обязательно будет слово «несколько недель назад», «недавно». Как правило, будет подчеркиваться кровожадный характер. Вот полюбуйтесь, как цензур так плотоядно, облизываясь, собирается приступить к поеданию мозга сатирикона. Или подчеркивается их коррумпированность, подчеркивается их абсолютно бессердечность, как они поклоняются золотому мешку, мечу и, между прочим, временным правилам о печати. Но это до революции. А теперь у нас случилась революция, и мгновенно, мгновенно выплескивается, очень быстро журналы и газеты начинают реагировать, мгновенно осуществляется, визуализируется основная, главная мечта русского пишущего человека – это смерть цензуры. Полюбуйтесь, да, осиновый кол в могилу цензуры. Это абсолютно соответствует историческому контексту, потому что 2 марта Николай отрекся от престола, и уже 5 марта вышло распоряжение Временного правительства о отмене предварительной цензуры. Был создан специальная комиссия, которая разбиралась в делах цензуры, а 8 марта, смотрите, как быстро все происходит, 8 марта Главное управление по делам печати было упразднено. Правда, 27 апреля 1917 года Временное правительство основало, учредило новые временные правила о печати, то есть уже временные правила о печати Временного правительства. По большому счету, вот эти временные правила, они похожи на правила о печати ноября 1905 года, если вы окончательно не запутались. Они даруют свободу. Любые издания любых политических партий могут издаваться. Но мечта русского журналиста и русского литератора забить кол в гроб цензуры, безусловно, визуализируется очень быстро. Начинают издаваться некрологи цензуре. Самая настоящая некрология. Скончалась девица цензуры. Журнал «Бич» начинает выпускать нумерацию. Номер такой-то и номер первый от скончания цензуры. И самое ценное, что я вам сегодня могу показать, это действительно самое ценное, это сканированное и перед вами, и вы можете это посмотреть вживую. Вот номер нового сатирикона 1917 года, выпуск 2 марта. То есть это день совершения революции. Но самое ценное, даже не сам номер нового сатирикона, а вот эта вклейка. Почему это так ценно? Потому что вклейки почти не сохранялись. Их очень сложно достать. Ну, понятно, их оторвать, сжечь, смять, выкинуть как ненужную бумажку, элементарно. Несколько лет назад, это как раз было столетие революции, на выставке в Эрмитаже, прекрасной выставке, посвященной русской революции, 1917 года лежал этот номер сатирикона. Но в нем не было этой вклейки на выставке. Я, конечно, не знаю, может быть, в библиотеке государственного Эрмитажа есть эта вклейка, а может быть и нет, я не знаю. Но о чем эта вклейка? Она, несмотря на то, что мы с вами говорим уже долго, я все-таки вам хочу хоть немножко зачитать, потому что это невероятный исторический документ. Граждане читатели, настоящий номер нашего журнала, это последний номер, составленный и отпечатанный еще при прежней драконовской цензуре павшего правительства, да будет ему вечное проклятие. Составление этого номера было особенно тяжело. Скрюченные, посиневшие когти старых опытных гасителей живой мысли особенно крепко сжали наше горло, будто предчувствуя близкую агонию и кончину свою неправедную, немирную и глубоко постыдную. Не буду вам все зачитывать, можете посмотреть, остановить видео, посмотреть скриншот и прочитать этот действительно уникальный исторический документ. Дальше действительные тиреконцы выражают надежду на то, что мрачные времена цензуры закончились и их ждет счастливое будущее. Позвольте, я хмыкну. Мы с вами видим, как жила цензура после революции. Во-первых, помните, я вам сказала, что 8 марта Главное управление по делам печати было ликвидировано. Оно находилось на Театральной улице и президентом, комиссаром комиссии по рассмотрению дела Главного управления по делам печати был назначен Дмитрий Павлович Капнист, правда, в карикатуре, в подписье он почему-то стоит ДД Капнист. И смотрите, он вышвыривает цензоров из помещения Главного управления по делам печати. Очаровательные цензоры, похожие на маленькие такие хрюшки. Летят из дверей красные карандаши, складываясь. Это абсолютно символическая карикатура, складываясь запретные кресты. Летят красные чернила. Конец цензуре. И совершенно великолепная карикатура Тома. Скорее всего, под псевдонимом Тома скрывался Ефим Резников, но точно я не знаю, и, боюсь, никто пока не знает, в бывшем черном кабинете. Он этот рисунок дал Петроградской газете, потом повторил в стрекозе по другим названиям. Смотрите, сидят перлюстраторы. Они хихикают там, они читают какие-то интимные письма, им очень весело. Но ценность этой рисунка в том, что Том блестяще передал особенности их работы. Мы тут видим печати для постановки липовых печати, когда письмо вскрывалось, сломалась печать, потом закрывалась. Мы видим кипящий чайник или керосинка, то есть над паром отклеивалось печати. Мы видим специальные инструменты для вскрытия конвертов. Мы видим клей. То есть такое впечатление, что Том, может быть, даже работал. Перлюстратором работал в черном кабинете, что находилось. Это помещение было тайно, вход был через шкаф, находилось в главном почтамте. Но просто мы вот из этого видим, насколько это оказывается, как это все происходило. Или мы с вами видим, что происходило с обществом. Это очень долгий разговор. Мы же говорили с вами сначала эйфории, потом депрессии, которую накрыло общество. Давайте посмотрим на примерах карикатур. Тоже я видела разные вариации вот этих рисунков. «Тепереча свобода слова, чё хочу, какую цену и ставлю». То есть продавец колбас в ужасе говорит ужаснувшейся покупательнице, что «Тепереча свобода слова и свобода печати». Такие же я видела карикатуры по поводу неимоверно выросшей цены на дрова, на дачи и прочее. Или, например, человек-читатель. Тут написано, что он консерватор, что он в ужасе, его тошнит, он нос все закрывает, он в ужасе от прежде приличных газет. И мы понимаем, что в этих газетах, очевидно, ну раз наверху, видите, такие немножко скабрезные женские ножки показаны, понятно, да, какой характер приняли газеты. А его племянник говорит, «Дядя, вам тогда надо уехать в сторону, где еще нет свободы слова». То есть это, кстати, карикатура очень важная. Она говорит о том, что часть общества восприняла свободу слова как вседозволенность. Свобода слова – это не вседозволенность. Но в данном случае мы с вами видим именно эту картинку. Или довольно часто в годы, вот в дни революции начинает, толпа буйствует, толпа сжигает орлов, скидывает поставщик двора, его императорское величество. На вывеске обязательно были орлы. Толпа скидывает этих орлов, толпа сжет этих орлов. Начинают гореть архивы. Начинают гореть архивы охранки. Горит литовский замок. Горят полицейские участки. С одной стороны, вроде здорово, горит старый мир. И общество расстается, чищение огнем расстается со своим страшным прошлым. Но там горят архивы. Там горит история. Там горит память. И то ли это просто поджоги, а то ли это сознательные поджоги. Потому что, между прочим, там горят документы провокаторов. И были потом, да, были такие сомнения, не были какие-то крупные революционеры провокаторами. Но никто ничего не знает на самом деле. Документы-то сгорели. Так вот, рисунок Николая Болина, двухчастный, помещенный в журнале «Пулемет Николая Шибуева». Мы с вами уже видели «Пулемет Николая Шибуева». Помните 1905 год «Красная пятерня». Шибуевский пулемет выходил и в годы Первой русской революции, потом был перерыв, и потом он выходил в 1917 году. Так вот, этот двухчастный рисунок горят архивы, и некоторые личности, пройдя через огонь и воду, окрасились красной кровью, чернилами, оставшимися в цензурном комитете. То есть это очень мощные, очень глубокие аллюзии на кто очищается, будучи причастным деянием прошлого, очищается кровью и цензурными чернилами и выходит чистенький. Если бы было время, мы бы с вами дольше бы сидели бы с этой, с одной стороны, вроде бы не очень хорошо, такой трудно рассматриваемой карикатурой, но просто я прошу вас на нее обратить внимание. Мы начинаем видеть цензура. Казалось бы, ну в принципе, да, пожилой человек, а цензуры никогда не были сильно молодыми, это часто была профессура, это часто были крупные государственные деятели. Пожилой человек остался без работы. Его можно пожалеть, ничего подобного. Карикатуристы дают совершенно другой типаж. Они его перечеркивают, перечеркивают штрихами, перечеркивают красными карандашами. Они его дают в вицмундирах, показывая, что это чиновник. Они его дают жалким, противным. Нам становится брезгливо на него смотреть. Посмотрите, да, они его дают просто в образе какого-то вурдалака. Вот сидит цензор перед закрытыми дверями цензурного комитета, у него капает слюна. Нам не жалко его, нам противно на него смотреть. Если вы почитаете подпись, он привык питаться кровью писателей и журналистов. Ну или, например, журнал «Будильник», он даже просто поместил таким гигзаметром совета цензуру, как «Убийца, возьми красный карандаш и пойди на кладбище, где покоятся кресты запрещенных тобой изданий». А наверху они дали портрет последнего председателя Главного управления по делам печати Александра Катенина и написали последний цензор. Но это на самом деле нарушение этических норм со стороны «Будильника». Они это дали 7 марта, а господин Катенин скончался в конце февраля. То есть они поместили портрет уже погибшего человека и скончавшегося, он от рака легких умер, и дали дальше эпитафию. Ну, знаете, после многих лет издевательства над ними вот они, получается, отыгрывались. Совершенно иначе к ситуации, к образу цензора подошел эстонский художник Густав Маце, который работал очень много в Петербурге еще с времен Первой русской революции. Маце никогда не был очень таким сильно политизированным. У него национальные эстонские мотивы, природа, города, архитектурные пейзажи. А вот в 17-м году он очень довольно резко изменился, стал ведущим художником журнала «Пугачи». Мы с вами видим два рисунка. Маце он дает цензоров безработными. Безработные – совершенно очаровательная картинка. Тут безработный и губернатор, и пристав, и сенатор. Цензоры мы знаем по огромному красному карандашу, а отдельно два цензора, бывших цензора, они продают либо спички, либо газеты. Что вообще за мир, как происходит, цензуры нет. То есть, смотрите, во всех карикатурах нет, может быть, ненависть все-таки есть, но нет призыва к смерти. Нет, причем даже по отношению к Николаю Первому. Есть призывы заключить тюрьму. То есть карикатура с 17-го года, не то, что она миролюбива, но она все-таки не кровожадна. Она вызывает всего лишь презрение или смех. То есть действительно, действительно, население смеясь расставало со своим прошлым, и карикатура является неким психологическим релаксирующим средством выплеснуть этот негатив и пойти дальше. Это, на самом деле, великое дело, что тут не культивируется месть, страшная месть. Или вот, пожалуйста, когда цензор в домашнем халате, дома, уже просто по привычке, цензор в отставке зачеркивается, тренируется, или когда цензор наслаждается чем-то зачеркнуто в меню, давненько я перечеркнутого не видел. То есть вот эти его привычки, мы понимаем, что если цензора вернуть в прежнюю обстановку, он будет таким же. И вот эти две очень интересные карикатуры. Петроградская газета отреагировала почти мгновенно. Смотрите, «Тэдди. Невозвратное время», это карикатура 8 марта. Мы видим опять, да, с огменного старичка, то есть классика, мы уже вот типический образ цензора уже узнаем. И он спрашивает, а что там делает ваш товарищ в проруби? А ему такой здоровенный мужик отвечает. А он рубит, ну, рубит лед, рубит проруби, да, рубит кресты. И цензор говорит с тоской, «Когда ты и я так рубил кресты, что читателю читать было нечего?» Это вообще о чем карикатура? Это противопоставление старого и нового цензора и человека, занятого физическим трудом. Зачем он рубит там лед, зачем он рубит прорубь? Ну, раньше холодильники были немножко другого типа, да, чем сейчас у нас. И набивали там под пол вырубленными чистыми кусками льда, там из невы, она очень хорошо замерзала. И, в общем-то, это какие-то продукты долгого хранения, они в этом льду и хранились. То есть цензор вычерпил все из периодики, читателю было нечего читать. Труд, ну, в данном случае, в данном контексте, карикатура бесполезна. А тут мужики заняты полезным физическим трудом. Это противопоставление. Или совершенно великолепная карикатура груза. Может быть, не очень хорошая с точки зрения рисунка, да, не очень такая видная, темная, но хорошая по тексту, почитаете. Значит, сидит цензор, тоже похожий у себя дома. Смотрите, у него маленькие фотографии и огромный портрет царской читы, да. Он читает газету и говорит, ну, вот раньше было лучше, сейчас здесь все понятно, где провокации, где правда. Сейчас бы мы с вами сказали не провокации, мы бы сказали слово фейк, да. А он говорит провокации. А вот раньше вот так все было чисто, либерально, ничего не понятно. Но вот с какими-то подтекстами. Конечно, с подтекстами, потому что этот же самый цензор, да, ничего не пропускал и заставлял писателя писать так, чтобы читатель напрягал свои мозги, пытался понять, что же, что же вообще автор имел в виду. Мы с вами быстро пробежались, посмотрели по воспоминаниям о цензуре монархической, да, как она издевалась до революции, как она стала угасать после революции. Но ведь мы с вами помним, да, что 27 апреля 1917 года временное правительство учреждает свой новый закон о печати. И, естественно, она тоже вынуждена вводить цензуру. Сначала вроде бы никакой цензуры не было. Сначала вся печать свободна. И даже сначала вроде бы военная цензура была немножко ущемлена в своих правах. Но в июле случился вооруженный выход, вооруженная демонстрация анархистов и большевиков. Даже Садовая, одна из наших главных улиц Петербурга, одно время называлась улицей 3 июля. И после этого, 5 июля, после подавления этого вооруженной демонстрации, 5 июля правда была запрещена. Ленин уходит в подполье, прячется в знаменитом разливе под Сестрорецком. Типография правды разгромлена, типография взята юнкерами. И вот как раз карикатура об этом, смотрите, да, Лебедева. Правда давно закрыта. Это карикатура августа. Правда закрыта 5 июля. Ну, тут дается такой бытовой аспект, да, скажите, мой муж не сумасшедший, правда давно закрыт, он все читает, у вашего мужа прогрессирующий паралич. То есть, во-первых, это намек на цензуру временного правительства. Во-вторых, это намек на то, что те, кто читают большевистские газеты, те не совсем адекватные в действительности. Но была цензура не только временного правительства, была цензура Петросовета. Я надеюсь, что вы помните, да, что фактически сразу после свержения Николая образовалась некая двоевласть, и было временное правительство, и был Петроградский совет. Так вот, по решению исполкома Петросовета почти сразу была закрыта монархическая газета «Земщина». И на рисунке, опять-таки, Густава Маце, с которым мы с вами уже встречались, мы видим, как читатель смотрит на монархические листы, там колокол, «Земщина» у него в ног лежит, да, в знак траура он снимает котелок и говорит, это-то свобода печати. Ну, громите, громите, у нас есть еще большой запас непечатных слов. Эта карикатура может быть не очень выразительная, но она редкая, потому что мы встречаем с вами визуальный отклик на цензуру Петросовета. А рядом карикатура на цензуру Временного правительства, когда Борис Антоновский, художник, это потом будет крупносоветский художник, его, кстати, назвали «Погонение карикатуры», он изображает читателя, который под дождем разворачивает огромный газетный лист, и там вот эти белые проплешины, помните, да, про которые мы с вами уже говорили. И это-то свобода печати, и это-то свобода печати. И вот тональность этой карикатуры усиливает некрасовские строчки, которые даны под этой карикатурой, «Только не сжата полоска одна, грустные думы наводит она». То есть тут не про бедного пахаря, который заболел, да, и не может сжать свою полоску, а тут про как раз вот эти белые пятна. То есть мы опять, получается, возвращаемся к тому, что Временное правительство действует теми же методами, каким действовала царская цензура. На самом деле, в историческом контексте это так и было, правда. Но карикатура нам это доказывает. И, наконец, мы с вами приходим, ну, в общем-то, к кошмару, что случилось, да. Помните, что произошло в октябре 1917 года. И мы с вами получаем карикатуру уже на цензуру большевиков. Если четырехчастный такой стрип, да, сатирикона про тещу, он такой немножко примитивный, значит, раньше царский цензор разрешал писать только про тещу, смеяться только над тещей и больше ни над чем. Затем в феврале тещу мы выкинули, ну, получается, да, как такой некий синоним свободы слова. То тут пришел пролетариат и сказал нам, пишите только про тещу и больше ни про что. То что получается? А получается, что и большевики действуют теми же самыми методами, какими действовала царская цензура. И очень, конечно, жесткая сатира в знаменитом благодарственном, так называемом, благодарственном номере нового сатирикона в декабре 1917 года, когда Николай Ремезов, подписывающийся Реми, благорит большевиков за много что. За разгрузку Петрограда, там идет такая вереница гробов. За пляску над горящими книгами. Ну, а в данном случае мы видим, стоит такой оборванец с винтовкой. И благодарят за энергичное решение бумажного кризиса. Большевики закрыли все газеты. Ну, газета закрыта, что тогда? Зачем тогда искать бумагу? Таким образом кризис разрешу. Мы видим карикатуры на цензуру большевиков. Смотрите, как они усиливаются. Если раньше мы просто смеялись над старым Цезаром, у которого там капала слюна, то здесь мы видим просто зафиксированный, собранный ужас визуальный. Когда большевики экспроприируют типографии. В образе банд просто ходят. Когда большевики сжигают книги, газеты, журналы. А вот книги на Руси не горели. Вот так публично не было. Это было в далекой практике Западной Европы. Было. У нас нет. Мы были в этом смысле более культурные. И вот снова мы получаем. Что получается в итоге? Далекий 17-й год. От надежд никогда больше старые, скрюченные, посиневшие цензурные когти не сольются на шее журналиста и литератора. От надежд мы снова с вами приходим к морю чернил, которые заливают все. Третий декрет большевиков, декрет о печати, которым был объявлен временный характер. Пока молодая революция не встала на ноги, будут запрещены все контрреволюционные газеты и журналы. Но временный характер не помешал закрыть в конце 1917, в начале 1918 года почти все буржуазные газеты и журналы. Как тут не вспомнить эпиграмму Алексея Жемчужникова 1877 года. Эпитафия цензуре. Тебя уж нет. Рука твоя не подымается, чтоб херить. Но дух твой с нами. И нельзя в ее бессмертие не верить. Спасибо.